В Авидеополе сегодня судили активиста Сергея Ходияка, который сломал нос патрульному. Полицейский пострадал еще в понедельник, а досталось копу во время массовой драки. Жил в массиве Радужный. Ходияку инкриминируют сопротивление и нападение на правоохранителя. К тому же мужчину уже подозревали в убийстве в рамках дела 2 мая. Районный суд Авидеополя окружили правоохранители. В ход истережет сотня полицейских и нацгвардейцев. В зал постепенно пропускают активистов. Всех тщательно обыскивают. Суд избирает меру пресечения активисту Сергею Ходияку. Мужчину задержали во время массовой драки. Нетрезвый Ходияк забирал у копов снаряжение. Одному даже сломал нос. Прокурор требует для активиста арест без права на залог. Защита предлагает его отпустить. Адвокат рассказывает, Ходияк уже фигурирует в деле 2 мая. Там его подозревают в убийстве. Однако бежать активист не пытался. Мы говорили про справу другого травма. Так, по-речи, за тією справою, мера покарования у Ходияка может быть до вечно позбавленной воли. Но, по-преки, Ходияк, два рога, постоянно ходит в суд. При том, что он не имеет меры запобежного захода взагалі. Решение Фемиды ни нашим, ни вашим. Из зала суда активиста отпускают, но под домашний арест. Освобожденный Ходияк рассказывает, бежать он не собирается, но и вины не признает. Говорит, копа ударил случайно, просто по неосторожности. Я читал в педозре, что мне инкриминирует, что я мешал сотрудникам полиции задержания Конопадского. Это было не так. Я, наоборот, его успокаивал и просил их, чтобы они не воздействовали силовых методов, чтобы не били РПшки. Все это даже видно на видео. Я сказал свою версию, отошел в сторону. Почему меня начали ломать, я так до сих пор понять не могу. Как бы там ни было, активисту все еще угрожает тюремный срок. За нападение на полицейского ему светят до пяти лет за решеткой. Массовая драка произошла 16 мая в жилмассиве Радужны. Началась она с конфликта из-за парковки. Константин Гак, Константин Лужневский, 7 канал.